Игорь Царь, Сын Святого Духа, подобный Авдорофей, учитель духовной жизни Игорь Светлана, говорил, что Великий Ход, Святая Четыридесятница, представляет собой десятину, которую мы должны принести Богу одни и наши жизни. Причем так же, как приносили люди десятину своих имений к Богу, точно так же мы должны принести десятину не того, что у нас есть, а самой нашей жизни, дней нашей жизни. Почему так? Потому что в жизни надо признаться, что мы жизнь проводим свою не всегда правильно, часто ленивые, неродистые, забвение, тюйте. И вот Виктория Церкви даёт нам возможность, хотя бы вот эти вот дни Великого Божка, пожить так, как от нас хочет этого Господь. Подобный Андрей Критский, автор Великого Канона, который мы сегодня закончили читать на первой неделе, как мы знаем из его житиян, когда был ребёнком, он до семилетнего сговаривал. И вот только в семилетнем возрасте, причстившись в Святый Христов Тай, Господь ему дал речь. И вот это для нас является как бы таким вот символом, потому что как через его уста Господь открыл такую исключенную благодать и церковных познобений, так и мы тоже, можно сказать, бессловесные, почти бессловесные, находим те слова, которые, которые ищут наше сердце, слова покояльных. «Агничай Божий, земные грехи всех, возьми от меня время тяжкой грехов, я как благоутродный дашь на свет замиления. Откуда начнут плакать о каянной мечте и от стеяния? Кое ли положу начало покаяния? Но я как благоутродный Господь, даруй мне предрешение оставления». Вот эти слова, братья и сестры, раскрывают наше сердце, и мы узнаем с вопросом, в чем же, собственно, состоит наше покаяние, с чего должно начаться покаяние. После этой молитвы ли это, исправление ли этой жизни нашей? И ответ, наверное, все-таки будет немножко другим. Прежде всего, мы должны быть честными при своем саду. Вот эта вот попытка увидеть себя такими, какими мы есть, вот это и составляет, собственно, начало покаяния, потому что обычно в нашей жизни есть два препятствия, те, которые не дают нам увидеть самих себя. Во-первых, суета, которая нас окружает, в которую мы погружены, и, во-вторых, это наше некое такое самооправдание, самообольщение, которое никогда не дает нам увидеть правду о себе самих. И вот, пытаясь заглянуть в свое сердце по-честному, ты увидишь, что же там все-таки находится в глубине. Мы сперва не видим ничего, только некую тьму, которая скрывает все, что там находится. Но через некоторое время, может быть, с помощью и молитвы, и поста, нам начинает открываться содержание нашего сердца. И то, что мы видим, нас не утешает, братья и сестры. Картина неприглядна и безрадостна. Есть история о том, что, как один человек пришел на исповедь к духовнику, принес ему список своих грехов, как и мы часто делаем, приходя на исповедь. Духовник, не мать, но прочитал все, что там было написано, спросил его, это все хорошо, но почему же ты не рассказываешь о главном? А что же главное, спрашивает тот, ведь я вроде все написал. А главное, говорит он, это то, что ты не любишь ни Бога, ни ближнего, то, что тебе сплошной неверие, то, что ты горд. И вот вот это, братья и сестры, является, собственно, вот той глубиной, тем донышком, на которые мы должны постараться заглянуть. Потому что, действительно, рассматривая свою душу, мы видим, что мы не умеем и не знаем очень много того, что необходимо для нас, для нашего спасения. Надо признаться, что мы не умеем молить. Хотя мы пытаемся читать свои правила. Но мы видим, насколько наша мысль легко отбегает от молитвенных слов и увлекается такими пустяками, что самим становится стыдно. Даже в Святом Храме, где, собственно, все создано только для того, чтобы человек молился, 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 и сезонотачился на этой молитве, углублялся молитвой. Где святые иконы, где аромаглады, где песнопение церковное, где ничего, казалось бы, не отвлекает нас, все равно нашим ходатуром увлекается, вылетает. Мы не умеем, братья и сестры, поститься. Пост для нас является некой такой вот тяготой, безрадостной. иногда мы ссылаемся на наше нездоровье. Ну, что такое наше нездоровье? Это вот все наши болезни, они тоже являются большей частью следствием нашей же неправильной жизни, плодом в наши грехи. Действительно, мы не можно сказать, что мы не любим Бога, потому что если бы мы любили Бога, мы бы думали о Нем, любили бы думать о Нем, помнили бы о Нем. Как любящий, он просыпается в смысле о любви, он засыпает в смысле о Нем. Но опять-таки, нашу занимается чем угодно, но только не Богом. Самое большое и ясное доказательство того, что мы Бога не любим, братья и сестры, как говорит Василий Великий, это то, что мы не исполняем Божьи заплаты. Это очень просто. Христос говорит, кто любит меня, тот заплаты мы соблюдаем. Если мы не соблюдаем заплаты, все. Естественно, следствие от этого. То, что мы Бога не любим, насколько это нужно. Надо сказать, что мы не любим ближнего, потому что мы не только не способны полагать душу свою за ближнего, как это требуется Евангелие, но часто жалеем для Него и свое время, и своих сил, и своих даже денег. Мы не способны радоваться с радующимися, и плакать с плачущими, как об этом говорит апостол Павел. Часто мы вместо того, чтобы покрыть грехи ближние, наоборот, рассказываем об этом грехам, разглашаем они. Вот, если будем продолжать вот это занятие какого-то покаянного самоназрения, то увидим, братья и сестры, что действительно мы немощные, мы никчемные, у них ключины, как говорит Ивангель, и только Господь Бог может протянуть нам руку помощи, спасти нас из этого бедного состояния. Вот, если человек поймет это до конца, то с этого момента начинается его исправление, и это, собственно, является значимым его покаянием. И тут происходят две очень важные и удивительные вещи. Первая вещь, это то, что человек начинает искренне исповедоваться, потому что пока я не увижу все безобразие, всю срамоту моих грехов, пока я не захочу от них избавиться, выбросить их, как то, что мешает мне жить, как то, что загрязняет мою жизнь, как то, что является моим действительно врагом. Пока у меня не будет такого чувствования по имбрекам, молись будет поверхностной и прохладной. Так что человек начинает искренне исповедоваться. А второе, это то, что когда человек видит свои грехи, вот так вот действительно видит свои грехи с Божьей помощью, то он перестает видеть грехи других и не осуждает брата своего. Потому что, как мы знаем, есть у человека две возможности. Либо он видит свои грехи, и тогда он не видит грехи ближнего, либо он видит грехи ближнего, и тогда он не видит грехов своих. Вот, братья и сестры, вот это и есть начало покаяния, откуда нам нужно начать плач о своих грехах. как хорошо, что у нас есть первая седмица и плач со всей строгостью и с поклонами, и с молитвами, и с циклонными службами, на которые мы приходим, и с постом, который для нас притруден. Но надо постараться, чтобы вот это усилие первое, оно не пропало для нас, зря и не закончилось после проведенной вот этой первой седмицы, что нам хватило вот этих сил духовных, хватило на весь великий пост. Некий человек сравнивает жизнь духовную с тем, как человек сшивает два пуска материи полить иголкой и ниткой. Точно так же, как для того, чтобы сделать первый шаг, нужно усилие, некоторое мужество, но для того, чтобы сохранить результаты вот этого себе нужно терпение и постоянство. Точно так же мы видим когда в этой притче когда иголка пронзает ткань, но нить, тянущаяся за иглой, она сшивает края ткани. эта заповедь была дана еще Адаму в раю, когда Господь сказал ему, что он должен делать и хранить. То, что сделано, оно должно быть соблюдено и сохранено. И вот наша душа, которая утратила свою цельность, утратила свое своемудрие, мы пытаемся покаянием сшивать разрозненные лоскуты нашей души, чтобы прийти нам в соединение веры, прийти в разум божественной истины. И вот будем братья и сестры пользоваться стенологией совершать усилия первоначальные, но потом терпеливо хранить результаты достигнут вас. Прошло 4 дня Великого Поста, 4 дня 4 первых шага, 4 первых стежка, много или мало, вроде бы пост только начался, но с другой стороны 4 дня 4х10 и будет уже вся братья и сестры 4 десятницы. Поэтому будем просить Господу Бога, чтобы Он дал нам решимость донести наше пока не до конца и терпение, того, чтобы те первые до конца только будет спасен. Аминь. Редактор субтитров Продолжение следует...